На прибытие пожарной машины уходит ровно пять минут. Сотрудники МЧС отрабатывают свою часть учений как по нотам. Развернуть все силы и средства, определить очаг возгорания, локализовать и ликвидировать огонь. По легенде учений в первом корпусе президентской академии на Пречистинской набережной произошло возгорание. Горит помещение, которое используют под склад. Там же в дыму пострадавший, который не может выбраться самостоятельно, его нужно найти и эвакуировать. У сотрудников академии, отвечающих за безопасность, в этих учениях своя важная роль. Сразу после того, как сработала сигнализация людей из здания, нужно быстро и без паники вывести на улицу. Это делают еще до прибытия пожарных. Пока люди ждут на безопасном расстоянии, огнеборцы работают внутри. Их задача определить масштабы бедствия и правильно оценить свои силы. По регламенту на место происшествия сначала выезжает одна машина. Это автоцистерна, в которой полторы тонны воды и 90 литров пенообразователя. Экипаж трое пожарных в газодымозащитном снаряжении и водитель. Если будет нужно оперативно, подъедут и другие пожарные расчеты. В этот раз справились сами. Условный огонь потушили за 15 минут. КАМ-1, КАМ-1-0-8. Спермозгорание. Ликвидировано. Лилокализованно. Уборка ПТВ. Разбор водный. Сегодня у нас происходили пожарно-тактические занятия совместно с представителями Российской Академии Народного Хозяйства. По задумке учений происходило загорание в столовском помещении на площади 40 квадратных метров. В результате сработки сигнализации сигнал поступил на 0,1. Прибыло подразделение. Старший сменной охраны произвел доклад прибывшему руководителю тушения пожара о том, что все эвакуированы, кроме одного человека. После этого начальник караул предпринял все действия развертывания автомобиля, подачу водяного ствола на тушение нашего пострадавшего, эвакуировали чистую зону и произвели локализацию, ликвидацию горения. Все сделали довольно быстро, пожар начался. В начальной стадии приехали, благодаря сигнализации, в начальной стадии потушили одним подразделением. Действия пожарных и сотрудников Академии должны быть безупречно согласованными, отрабатывают взаимодействия как раз на таких тренировках. Эвакуация прошла в штатном режиме, без паники, отработала штатно, отработала систему дымоудаления, подпора воздуха, голосовое оповещение, нареканий к автоматическому системе пожарной безопасности нет. По всем корпусам установленные все то же самое, обслуживаются силами службы АСПБ Академии, регулярно проверяются. В тренировке также приняли участие более 150 студентов и преподавателей Академии. Подобные учения, по словам представителей профильного управления РАНХИКС, будут проводиться в Академии два раза в год.